Кто такой Евгений Викторович Пригоржин? Ну, слышал, конечно. Как он вам? Ну, как? Придет укрято. Знаете ли вы, кто он такой? Нет. Даже предположения нет? Нет. Знаешь, что он с Донбасса откуда-то? Все. Пригоржин, привет живет. Иосиф, это Пригоржин. Мы про Евгения. А Евгений брат его? Нет. Это глава Чивака-Вагнер. А я не знал. Нет, не знаю. Даже не слышали такую фамилию? Нет, слышала, но честно не помню. То ли на него было покушение, но, по-моему, он остался жив. Нет, это Прилепин. Прилепин. А мы про Пригоржина, это который глава ЧВК-Вагнера. Нет, не знала такого. Не слышали даже? Нет, слышала. У меня муж занимается политикой. Он это дело любит, мне рассказывает, но я не очень увлечена. Как вам еще такие люди, которые возглавляют частные военные компании? Вы таким симпатизируете или нет? Я думаю, что вопрос не по адресу. Я не увлекаюсь ни политикой, ни чем. Вроде бы это повар Путина был, а сейчас он управляет ЧВК-Вагнер. Это который не продюсер. Но это, если я не ошибаюсь, потому что Перегожина, это же ЧВК, да? Да, тогда знаем. Знаем. ЧВК-Вагнер. Который главный вагнере. Как он вам? Как вам эта персона? Ну, отрицательная. Почему, если не секрет? Ну, он как-то очень резко высказывается и как-то негативный. Ну, не симпатизирует совсем. Я знаю, что был момент, когда он сетовал на власть, что им не поступляют в их ЧВК оружие. Я абстрагирован полностью от этого. Иногда вижу где-то вот на просторах интернета, там, Яндексе, если в новостях, все. А так, то есть, я вообще не считаю такое. Не выражаем свою точку зрения публичную. Честно, не очень хотел видеть вояку в власти, но зависит от политической ситуации вообще в мире. Больше положительно или отрицательно к нему относитесь? Положительно. Он в последнее время очень эмоционально выступает, критикует Министерство обороны Российской Федерации. Вот почему, как думаете? Это я не знаю. Вообще вот этой темой военной сейчас интересуетесь или мимо? Мимо. Почему? Не знаю. Смотрите, такой еще вопрос. Вы бы за него проголосовали, если бы он в политику пошел? Нет. Не проголосовал бы просто и все. А за кого бы проголосовали? За Путина, за кого. Почему Путин, а не Пригожин? Не знаю. Да, я в политике особо не разбираюсь, поэтому не стал бы там особо за кого-то голосовать. Но единственное, можно всегда голосовать за Путина, так скажем, который в принципе хорошо для России делает. Знаете, такие вопросы сейчас опасно отвечать достаточно на камеру и на улице, поэтому я бездержусь. Я вообще от этого очень далека. Я не интересуюсь политикой. А всегда вы не интересовались или в последнее время стали? Я всегда был. То есть, как бы я не лезу туда, где я ни на что не влияю, поэтому я больше сфокусирован на себе, на своих каких-то делах. А вы бы за него проголосовали, если бы он в политику пошел? Ну, чтобы сказать да или нет, надо хотя бы понимать, да, то есть, что человек предлагает. Он говорит, будем бороться с бюрократией, нам не дали боеприпасов, мы сюда приедем в Москву и будем разбираться с ними, со всеми. Не, если бороться с коррупцией бюрократией, наверное, это хорошо, да. Но, как бы, тоже, на словах мы все хороши, поэтому я не знаю, не могу сказать. И последний вопрос, у вас нет опасения вообще, что вот эти люди, да, которыми он командует, этот вот Вагнер и так далее, что они вернутся сюда с боевых действий и тут что-то начнется в Москве? Вообще, самое лучшее, наверное, что я могу сказать, это не стоит бояться, пока не произошло. Иначе так всю жизнь будет жить в страхе и ничего хорошего из этого не выйдет.